Здравствуйте, уважаемые зрители! Продолжаю вас знакомить о ситуации на фронте. Идет война, восьмой день, и вот ситуация, я вам буду показывать все на карте, объяснять. Вот, начиная с 24 февраля, российские войска наступают в глубь территории Украины. И вот по датам, смотрите, 26, 27, 28, 1, и вот уже сегодня 3 марта. Основные удары я вам покажу. Сегодня был нанесен удар в это направление, это будет район Вознесенска. Я вам потом покажу. Но начнем сначала с Киева, столицы Украины, а потом я все основные города, я вам доложу обстановку, что происходит. Ну вот, это карта основная. Основной удар сейчас вот в это направление российская армия нанесла. И движется, внесла удар вот по этим двум городкам. Я потом все подробно вам расскажу. И потом после Вознесенска будет двигаться в район Кривого Рога. Вот сюда, в это направление. Ну и вот, начнем с Киева для начала. Так. Администрация Киева сообщает, что Северный и Дарвинский мосты открыли для частичного общественного транспорта. В городе водителям строго запрещено передвигаться полосой общественного транспорта. Она для автомобилей только экстренной помощи, военной техники и транспорта. Так. По данным Генерального штаба, Россия вела наступление в районе Козаровичей, Выжгорода, Фастова, Обухова. И разворачивала свои полевые логистические лагеря в районах Бородянки, Катюжанский. И вот. В общем, я вам покажу на карте. Вот. Киев. Вот. Бородянка. Так. В общем, я вам вчера говорил, что огромная российская колонна двинулась со стороны Беларуси. И вот, практически, я понял, они уже здесь у Бородянки. Основные бои идут вокруг Буча. Вот этот город здесь очень пострадал и Гастамель. И теперь еще идет обхват с другой стороны. Сейчас я вам покажу на карте. Барышевкая. Вот такой есть тоже городок небольшой. Здесь уже идут бои вокруг Барышевки и направление Бровар. Вот такая информация по Киеву. В общем, Киев окружает, я вам скажу сразу. С двух сторон. Если посмотреть так сверху, то получается такой круг, как бы, вот, идет окружение. С этой стороны Беларуси огромные войска. И со стороны, вот. Сейчас я вам покажу этот город. С Чернигово, да, идет большая часть еще вооруженных сил России. Ну и вот. Так. Что еще? Вооруженные войска России состреносочились также в районе Барышевки, я вам сказал, да. Штаб сообщает, что части сил из состава 200-го мотострелковой бригады 14-го армейского корпуса СССР флота России фактически потерял боеспособность. И осуществляет перегруппировку и пытается наступать направление Броваров и Киева. Ну, как я и говорил, вот, так, Бородянка, а вот Бровары. Вот, со стороны Бровар, вот, 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 Бровары, а вот Барышевка. Вот, все правильно, да, вот наступление с этой стороны на Киев. Теперь в Харькове что происходит? Так, в области российская армия проводит наступательную операцию в районе Золочево-Балаклея и пытается продолжить наступление в направлении Лозовой. Сейчас я вам покажу. В общем, вот здесь Балаклея, вот наступление практически уже Харьков, здесь уже российский восказ захватили. Сейчас бои идут, вот, Балаклея есть такой здесь городок. Так, что еще? По выводам Герштаба России в этом направлении катастрофически нуждается в пополнении утраченной техники личного состава. Российская армия потеряла направление, очень много войск, теперь требуется перегруппировка. В Изюме, Харьковской области, в результате попадания ракеты в жилой дом погибли 8 человек. Да, уже есть там информация. А в Харькове пострадал храм, в котором укрывались люди. Сейчас я изюм вам покажу на карте. Вот изюм, здесь вот по линии с Харьковом, и здесь погибли люди. Ракета попала в жилой дом, и 8 человек погибло. Теперь в Запорожье, что происходит в Запорожье? Так, сообщается, последняя информация, что город Токмак оцеплен войсками России, а в городе сложная гуманитарная ситуация. Сейчас я вам покажу город Токмак. Вот он, Токмак. И он окружен уже, и здесь очень сложная гуманитарная ситуация у жителей. Так, еще Васильевку утром обстреляли из градов. Под обстрел попали магазины, четырехэтажное здание, спортклуб. Обстрел продолжался 12 часов, не прекращаясь. Так, так, еще тут последняя новость. Накануне вечером подразделения группировки войск Юг уничтожили более 20 единиц русской техники. Идут упорные бои там в окрестностях Васильевки. Сейчас я вам покажу Васильевка. Так, Васильевка. Вот здесь идет очень упорные бои сейчас. Рядом, вот сказать, вот Токмака, вот это рядом Васильевка, как ее называют. Так, и вот здесь упорные бои уже идут, вот в этом направлении. Так, это последняя информация, да. И вот, да, было уничтожено 200 единиц русской техники в окрестностях Васильевки. В Мелитополе находятся тыловые подразделения России, распространяющие листовки на русском языке. А, ну они пытаются, чтобы, как сказать, вооруженные силы Украины сдавались и не оказывали сопротивления. Так, ну вот как раз это направление. Васильевка и Токмак. Вот здесь очень интенсивные бои. Теперь перейдем так. Главное сегодня событие это наступление войск России на Вознесенск. Уже многие говорят об этом направлении. Сейчас я вам зачитаю, что там происходит. Это уже украинское издание пишет. Я зачитаю, как оно подробно все описывает. В Вознесенск, Николаевской области зашли войска России. Окупанты обстреляли центр города из Града. Был обстрелян центр города в Вознесенске. Военно-техника российских войск зашла уже. Все. Окупанты в городе взорвали болгарский мост. Также и вели огонь из Града. Вражеская техника заехала в город. Да, обстреливает центр. Очень сложная ситуация. Город держит оборону. На болгарке враг скрылся во дворах. Некоторые сообщают, что россияне заняли школу номер 3. Ну да, эти российские войска, если они заходят в город ближайший, они сразу занимают школу. Там все это передохнуть. Перекусить. Сделать паузу, как сказать. Ну, перепонять ситуацию. И потом они обычно там уже остаются в этих школах ночевать. Потому что на улице не будет сейчас. Мороз практически, холодно. Занимают школу, там обосновываются. Ну и проводят, как бы сказать. Дальше все эти информацию собирает. Куда дальше двигаться. Так, сейчас я вам покажу, куда будет дальше двигаться. Я уже знаю направление на Кривой Рог. Последняя информация уже, что российские войска не будут брать, ну, как сказать, вообще зачистку. Как это, Подоляка говорит, что там будет зачистка. Мне не нравится это слово зачистка. Людей нельзя так называть, что людей зачищают. Просто российская армия по приказу Путина уже, как сказать, наступает и убивает людей. Потому что слово такое неприемлемое. Даже комментатору, может, известному. Просто это убийство людей проходит. И мое мнение, личное мнение вам выскажу. Ну и сейчас российские войска наступают на Кривой Рог. Будет удар по этой трассе, вознесет Кривой Рог. И со стороны вот южного направления. Здесь, говорит, какой-то аэропорт есть. И будет практически вот осада Кривого Рога. Но это еще на расстоянии немаленькое. Я думаю, не так быстро все это произойдет. И теперь, что еще по последним данным. Я вам скажу. А это уже украинские СМИ передают сколько... А, не, официальная сводка Министерства обороны России. Сколько вооруженные силы России потеряли, они сказали, по ихней информации. Так. По выдам гештаба, армия России старается избегать боевых столкновений с ВСУ, но продолжает попытки продвигаться к городам. Так. Россия накануне впервые признала боевые потери в войне с Украиной. По версии Министерства обороны России, извиняюсь, у них погибло где-то около 500 человек и полтора тысячи раненых. Также Кремль признает пленных, но утверждает, что их немного. За площадь прошлые сутки появилось новое видеосвидетельство пленения русских военных. Ну и теперь еще страны НАТО поставляют оружие. Так. Ну, такие. Противотанковые в основном. Вот они. В общем, США поставила сотни ракет «Стингер». Эстония вчера доставила новую партию ПТРК «Джевелина», так, тысячи единиц, потом еще 500 единиц ПЗРК «Стингер». В среду передала Германия. По сообщению «Европейской правды» со ссылкой немецкого издательства, Берлин одобывал передачу Украине 2700 зенитных ракетов «Стрела». Ну, в общем, вот так. Получается, что страны НАТО и ЕС поставляют эти вооружения. Ну, в общем, вот такие новости, ребята. Вот карта боев. Буду вам каждый день докладывать обстановку. Как сказать, что нового, что произошло. Оставные удары вот сюда, я понял. И потом сюда. Пойдется, как сказать, в окружение брать. И в Киеве сейчас уже продвинулась огромная войсковая, ну, эти 60-километровая колонна из 2300 автомобильной, военной, ну, и основной танки, бронесоспортеры. И будет уже штурм Киева, уже серьезный, с двух сторон. Уже видно все по картам, как идет наступление. Всем спасибо. Всем пока, ребята. До новых встреч. Продолжение следует...